Этот мужчина борется с вирусом ВИЧ уже 5 лет. Его лицо мы не будем показывать по понятным причинам. Как заразился, мужчина не знает. Есть предположения на приеме у врача. Каждый день он принимает препараты, которые поддерживают в нем жизнь. Выдают лекарства в центре СПИД. Только вот львиную долю затрат на эти жизненно важные препараты составляет средства зарубежных доноров, которые в последнее время заметно сократились. В середине следующего года глобальный фонд, который и осуществлял финансовую поддержку, деньги выделять перестанет. Герой нашего сюжета боится, что возникнут перебои с поставками препаратов. Сейчас уже нужно заботиться, чтобы новые поставки были. Мы хотим жить. И мы хотим, чтобы у нас было лекарство. Мы очень надеемся на наше государство, на наше правительство, в том, что финансирование будет и что у нас не будет перебоев, как в других странах это есть, с поставкой АРВТ препаратов. Кыргызстан импортирует практически весь спектр лекарственных препаратов. Лишь 3% медикаментов производят отечественные фармацевтические компании. Данные привели сегодня на круглом столе. В ходе обсуждений специалисты также обозначили и еще одну наиважнейшую проблему в этой сфере – цен регулирования. При закупках в медицинских учреждениях в 3-4 раза цена выше, чем даже в соседней аптеке. То есть это остается проблемой. Мы видим, что у нас имеются проблемы того, что есть монопольные лекарства, есть отдельные лекарства, допустим, для состояний после трансплантации органов. Они в единственном виде зарегистрированы. И их стоимость при закупках очень высокая. В 2 раза выше, чем в мире. И это ряд. По онкологическим заболеваниям такая же ситуация. И мы что-то должны с этим делать. Некоторых медикаментов в Кыргызстане и вовсе просто нет. Потребность них настолько мала, что производителям невыгодно доставлять лишь несколько упаковок. К тому же они не зарегистрированы в нашей стране. Между тем, ряду пациентов без них не выжить. Новый режим регистрации будет называться ускоренная регистрация. Предусматривается пока либо 60, либо 90 дней. То есть максимально маленький срок пытаемся для ускоренной регистрации поставить. В 2 месяца получается? Да, где-то 90 дней, может до 90 дней. Что с этим делать? На круглом столе дали ответ. Внести поправки в закон о госзакупках, чтобы у государства была возможность закупать лекарства через международные организации. Таким образом, удастся сэкономить средства и с республиканской казны. Если будут закупки происходить через международные организации, как вот уже сказали, в десятки раз цена препаратов, то есть это прямые закупки от завода-производителя, и соответственно, конечно же, без посредников цена будет уменьшена в несколько раз. Это очень важный вопрос. К слову, закон о госзакупках уже рассмотрен в первом чтении. В ближайшее время будет и второе. Специалисты надеются, что на очередном пленарном заседании эти поправки депутаты рассмотрят и включат их в закон. Отметим, что на утверждении сейчас и перечень жизненно важных препаратов. В нем около 40 новых наименований. Среди них медикаменты для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатита. Благодаря этому у соответствующих госорганов будет альтернатива и официальное разрешение их закупать. Анастасия Соболева, Асхат Ибреимов, НТС. Анастасия Соболева, НТС.